Что касается выборов в Жуковском, то я думаю, что выборы в Жуковском пришли абсолютно легитимно и никакого провала там как раз не наблюдалось. Как раз оппозиции нечего было предъявить власти, потому что выборы пошли законно и победил кандидат, так сказать, губернатора, исполняющий обязанности губернатора. И у оппозиции не было никаких аргументов, чтобы отменить результаты выборов или попытаться их отменить. Что касается в целом череды выборов. У нас 8 сентября единый день голосования. И к этому дню голосования, конечно же, и администрация президента, и все политические партии готовятся. У всех, конечно, разные задачи. У «Единой России» задача сохранить лидерство политическое, у оппозиционных партий традиционных и вновь появившихся партий задача получить, так сказать, свое место в политическом пространстве. У одних расширить, у других просто какое-то занятие. Значит, главная угроза, которая есть в этих выборах, это, конечно, угроза легитимности выборов. То есть задача, чтобы выборы, задача власти, чтобы выборы прошли без скандалов, которые обычно происходят во время избирательной кампании. Задача в том, чтобы выборы прошли честно, чтобы не было никаких подтасовок, вбросов, рисований и прочее, прочее, прочее. Всех тех скандалов, которые бы проходили в 2011 году на выборах в Госдуму. Значит, и задача, чтобы не было скандалов, которые связаны с кандидатами, с их имуществом, с их судимостями, с их темным прошлым и с какими-то еще моментами. Вот власть и администрация президента заточены именно на это. Именно эту задачу они решают. Именно эту задачу они транслируют в регионы региональным элитам. Однако у региональной элиты есть совершенно другая задача. Задача, которую решает региональная элита, состоит в том, чтобы показать Москве, показать Кремлю свою эффективность. Которая состоит в том, что Единая Россия получает большие проценты. Больше 50. Поэтому региональные элиты идут на все, чтобы эти проценты получить. В том числе и на различные, так сказать, махинации, манипуляции и нарушения закона. Значит, и, конечно, оппозиция будет за этим очень внимательно следить и будет свой удар основной сосредотачивать на честности выборов. И будут регионы, в которых результат партии власти всегда хороший. И к ним, я думаю, будет отрековано особое внимание оппозиции. Это Републики Северного Кавказа, где Единая Россия получает запредельные проценты. Это Кемеровская область, это Башкортостан, который известен тем, что партия власти всегда там получает очень хорошие проценты, значительно выше средних процентов по стране. Кроме этого, будут регионы, где будет развернется действительно политическая серьезная борьба. И, я думаю, мы обо всем этом в ближайшее время узнаем и увидим. Но выборы, мне кажется, будут интересны.